Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня, в последний день марта текущего 2019 года, в Азербайджанском Шамкире уже в шестой раз стартовал мемориал Вугара Гашимова. В этом выдающемся соревновании участвуют 10 очень сильных гроссмейстеров, ну и первый тур оказался на редкость миролюбивым. Сразу несколько партий без особой борьбы закончились в ничью. Современная итальянка была разыграна в партиях Корякин Дин Лежень и Раджабов Калсен. Достаточно быстро соперники иссушили свои позиции и заключили мир. Также ничей завершились в партии Грещук Мамедяров и Гири Топалов, в которых был разыгран огнеупорный берлинский вариант испанской партии. Но один из пяти поединков оказался очень интересным и оправдал все самые смелые ожидания болельщиков. В этой партии белыми играл экс-чемпион мира Вишонатан Анант, ну а черными сильнейший чешский гроссмейстер современности Давид Навара. Конечно, вот в этой элитной суперкомпании Давид Навара кажется шахматистом, который будет прежде всего рассматриваться как аутсайдер. Но в то же время первый тур показал, что этот чешский гроссмейстер не собирается мириться с такой ролью и будет играть в шахматы по полной. Он не хочет делать ничьи и вот в этом первом туре уже применил острую социлянскую защиту. Данная партия интересна не только своими осложнениями, которые выгодно выделяют этот поединок среди других партий первого тура, но также уникальной конструкции фигур, которая получилась в финале этого захватывающего поединка. Итак, Вишонатан Анант сыграл Е4, а нужно сказать, что все пять партий в этом первом туре начались именно с этого хода белых. И тут Давид Навара, конечно, тоже мог сыграть Е5, как делали его коллеги по игре черными фигурами в этом туре, и сыграть итальянку, либо берлинский вариант, но нет, он избирает социлянскую защиту, c5. Анант играет конь f3, d6, d4, cd комбит d4, конь f6, конь c3 и a6. Это вариант Найдорфа, весьма популярный среди элитных шахматистов нашего времени. Белый играет слон d3 и далее следует ход g6. Таким образом, черные переходят к построению из варианта дракона. Вот такой сплав этих двух популярных систем черных в социлянской защите. Белый защищает свою центральную пешку ходом f3 и подготавливает возможное g2, g4. Черные играют слон g7, далее слон e3, конь c6 и ферзь d2. Теперь белые в удобный момент после предварительного размена своего коня на d4 на коня c6, либо отхода этой легкой фигуры из центра, могут с удобством разменять чернопольных слонов. Поэтому Навара сам меняется на d4 и далее играет слон e6. Белые g4, b5. Заметьте, что пока ни один из соперников не сделал рокировки и не совсем понятно, собираются ли они это делать вообще. h4 играет Анант, ферзя 5. Соперники обратили свое внимание на фланги шахматной доски. Сейчас может быть b4, a3 сыграли белые. И дальше на b4 можно просто отскочить конем, пешка на b4 подвиснет. Поэтому h6 играют здесь черные и белые наконец делают длинную рокировку. Конечно, если рокировать белым, то только на ферзевый фланг. Ну а черные в этой партии решили оставить своего короля в центре. Навара играет ладья b8. Он хочет навалиться на ферзевый фланг соперника и поставить мат белому королю. Белые же хотят сделать то же самое с королем черных, но до него не так-то просто добраться. Он стоит в центре и вскрыть линии пока не удается. g5 играет Анант. Конечно, в этой ситуации брать на g5 незачем. В этом случае после хода hg слишком много фигур черных подвисают. Например, возможно такой вариант. Ладья h1 забрали, конь h5, разменяли здесь ладья h8. Конечно, такой детский вариант. Многим зрителям покажется, что это все лишнее, то что я сейчас показал. Но все-таки нужно прояснить ситуацию, почему же соперники принимают то или иное правильное решение. Конечно, размениваться, вскрывать линию h не нужно. Нужно сыграть конь h5, разменивая чернопольных слонов. И далее после hg следует все тот же ход конь h5. Конечно, в распоряжении белых появилась достаточно интересная пешка на h6. Но она поддержана пока только ферзью. Если сильнейшая фигура белых отвлечется, то конечно эта пешка потеряется. Так как она под прямым ударом ладьи h8. Ферзь g5, сыграет здесь белая, связав пешку по пятой линии. И в этой позиции черные в принципе могли надеяться на жертву качества на поле c3. Например, сыграет ладья c8, но конечно конь d5. Забрали, взяли b4, ладья h1. Белый угрожает матом на e7. На ладья c7 следует ферзь d2. И все-таки связка теперь по диагонали e1 опять работает. У белых здесь серьезный перевес. Поэтому Навара предпринимает поистине новаторское решение. Он играет f6, нападая на ферзя, при этом отдает пешку на g6. После взятия защищает своего коня через ферзя вот таким рентгеновским способом. Ферзь отскакивает на g1. Имея ввиду в дальнейшем пойти например на d4, может быть даже на а7. Ну а черные играют b4. Забрали, ферзь б4. Сейчас уже королю белых не так уютно на поле c1, поэтому он переходит на d2. Здесь также простая ловушка. Если забрать на b2, то ладья b1 и теряется ладья на b8 после отхода ферзя. Поэтому черные конечно играют конь f4. Ферзь e3, защищая слона. После взятия на d3 компьютер пишет, что в принципе можно забрать королю. Но после ладья d8 расположение белого в монарха достаточно опасное. Для человека вот так играть это очень и очень рискованно. Поэтому белые забрали ферзь. Для того-то Анант и ставил свою сильнейшую фигуру на e3. Правда в этом случае теряется пешка на a6. Ну а белые забирают пешку на a6. Короли f8 играют черные. Ладья a1. И в этой позиции следует d5. Конечно черные не оставляют надежд добраться до короля белых. Ладья a4. Ну и снова на b2 брать нельзя ввиду ладья b1. Поэтому ферзь отскакивает на c5. До сих пор соперники играли весьма неплохо. Практически ни одной ошибки, даже неточности они не совершили. Так они играют и дальше. После еd следует все-таки ладья b2. Ладьей пешку эту брать можно. Ферзь a7. Анант хочет успокоить позицию. И дальше на технике переиграть Навару. Но более молодой соперник конечно рвется в бой. Сохраняя ферзей. Ферзь d6. Сейчас угрожает шаг на поле f4. Поэтому ферзь e3. Ладья g6. Ладья g2 угрожает. И вот в этой позиции белые допускают определенную неточность. Нужно было пойти к c1. Прогнать ладью. А потом двинуть вперед свою проходную пешку. Здесь у белых достаточно серьезный перевес. Но Анант дал шаг на a8. И в этой позиции уже черные ошибаются. Нужно сказать, что к этому моменту у Навары оставалось не так много времени. На часах надвигающийся цейкнут конечно сыграл свою роль. И здесь чешский гроссмейстер ошибается. Ему нужно было просто закрыться ладьей. После возможного размена. h5. Ладья g2. Король c1. Позиция довольно неясная. Несмотря на две лишние пешки белых. Но черные отводят короля на g7. Белый также играет своим королем на c1. Нападая на ладью. Ферзь b4. И уже здесь Анант, который имел на 15 минут больше времени, чем его соперник. Начинает совершать достаточно серьезные ошибки. Ему нужно было сыграть ладья h2. Защищая вторую линию от вторжения черной ладьи. Дальше можно сыграть король d2. Позиция белых более-менее безопасна. Но Анант пошел ладья a4. И нарвался на ладья b1. Конечно, этот ход он видел, но недооценил его последствий. В этой ситуации, конечно, нельзя играть король d2. Потому что следует разгром. Ладья g2. Далее шаг слоном. Конь e4. Забираем на a4. Забираем здесь. Разменялись. Взяли на c2. В итоге черные с лишним материалом и непрекращающейся атакой. Но здесь, конечно, надо бить на b1. Произошел вот такой размен ладей. И белый конь пока на b1 не так активен. Правда, белые берут на e7. Создают еще одну проходную по вертикали d. Сейчас у них формально три проходных пешки. Но, конечно, черные мечтают поставить мат белому королю. Навара недвусмысленно на это намекает ходом ладья g2. Белые же играют ферзь e4. Очередная попытка разменять ферзей с защитой пешки на c2. Ферзь a7. Ладья e1. И в этой ситуации черным нужно было сыграть ферзь c5. Дело в том, что сейчас атакована пешка на d5. Если пойти h5, то забираем на d5. Ферзь e7. Белые все-таки добиваются размена ферзей. Правда, после короля f8, ладья e3, слон f7, пешку h сохранить не удается. Конь d2, слон бьет h5. В этой позиции черные, конечно, могут надеяться на ничью. Имеют все шансы закончить партию миром. Но Навара пошел здесь иначе. Вместо хода ферзь c5 он сыграл ладья g1. Белые поставили коня обратно на c3. Шах, король d2, ладья g2 и ладья e2. Анант миновал контроль. Тоже сделал и Навара ходом ладья g1. Время здесь на часах соперников добавилось. И, казалось бы, в этой ситуации Анант должен был успокоиться, выпить чашечку кофе и аккуратно посчитать варианты. Он явно мог бы здесь сыграть f4. После ферзь c1, король d3, ладья g4, ладья e1. Ну и дальше размен ферзей. Вот это окончание для белых более чем приятно. Ладья e4 это вовсе не зевок. Потому что на слон g6 следует король e3. И белые постепенно реализуют две лишние пешки. Конечно, черные здесь не обязаны были идти по данному варианту. Но ход f4 был сильнейшим. А Анант почему-то решил, что можно вернуть ферзя на поле e7. Казалось ему, что на первой линии никаких проблем здесь не будет. Но как раз эти проблемы и появились. Давид Навара нашел здесь замечательный ресурс. Он играет ладья d1. Неожиданный ход. Конечно, полнейший шок для индийского гроссмейстера. Понятно, что ладью бить надо. В случае отхода на e3 черные получают перевес по материалу в лишнего слона, забирая коня. Ну а что же в случае конь бьет d1? Кстати, этот ход не был сделан, так как соперники заключили мир. А дело в том, что в этой ситуации на конь d1 следует fd4. Создается уникальная ситуация, когда пешка и две фигуры белых мешают своему королю убежать от вечного шаха. Король мечется по полям c1, d2, e1. Ну а черный ферзь переходит по полям a1, d4 и g1. Вот такие маршруты движения фигур туда и сюда. И короля также, смотрите. И в итоге получается вечный шаг. Конечно, Ананда это понял. И вот здесь они заключили мир уже после ладья d1. Вот такое серьезное упущение Ананда. Но в то же время отметим предприимчивую игру Давида Навары. Он не стал играть в Берлин, либо итальянку. Показал, что он приехал в Шамкир не в ничейки катать, а играть в шахматы. Ну конечно, тут был на грани поражения. Но все-таки Каиса улыбнулась более смелому сопернику. И в итоге он закончил эту партию в ничью, как и остальные четыре партии этого первого тура. Таким образом, после первого тура у нас нет единоличного лидера. Все партии закончились миром, и мы с нетерпением ожидаем следующего тура, который состоится завтра, в день смеха, 1 апреля. Надеюсь, что шахматисты в такой день нас не огорчат и порадуют интересными и веселыми партиями. Надеюсь, что данное видео вам понравилось, поэтому не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, ну а также оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.